Весна медленно и уверенно вступает в свои права, и программа «Стихия», как всегда, готова украсить эти мгновения. Приветствую вас в эфире телеканала «Архиз-24». Вот есть такие люди, с которыми можно разговаривать часами, и всегда, всегда есть интересные темы. И сегодняшний наш гость как раз из таких людей. У нас сегодня в гостях писатель, поэт, музыкант, просто мегаинтереснейший человек Сергей Уыско. Сергей, добрый день. Добрый день. Рад тебя приветствовать в нашей студии. Тоже рад. Да, мы с тобой встречались в этой студии, по-моему, года четыре назад. Ну, да, было, было. Тогда тоже очень интересная беседа. Мы получили очень много положительных отзывов от наших зрителей, от многих людей, которые увидели эту передачу. Но в тот раз мы больше акценты делали именно на поэтическое направление. Сейчас я бы хотел больше фокусироваться на другом направлении твоего творчества, касаемо рассказов, прозы. Вот расскажи, как всегда, всех гостей я всегда спрашиваю, начало творческого пути. Когда именно вот в плане рассказов ты впервые обратился к этому? Получилось, с рассказами я начал их писать. В принципе, параллельно именно с поэзией получается. То есть там отличия между поэтическим, скажем так, течением и, скажем так, рассказами практически не было. То есть каких-то моментов таких. Но более или менее серьезно, последние пару лет, когда я начал уже понимать то, как собирается рассказ, отличие его от более, скажем так, больших произведений, романов, повести, новеллы и так далее. То есть, в принципе, пару лет назад получается. Пару лет назад. Я определенное время наблюдаю за твоим творчеством, и основная тема этих рассказов больше все-таки относится к фэнтези. Фэнтези и фантастика. Все-таки, да. Почему и на фантастика? Что тебя привлекло в этом? Ну, это жанр, скажем так, он более-менее свободный. То есть он не ограничен какими-то документалистическими вещами, то есть документализмом, биографией или прочими вещами. То есть здесь можно выдумывать, сочинять, экспериментировать с различными образами, формами и так далее. И ты как бы ограничен только своей фантазией. Это как… Я не помню, кому принадлежат эти слова. Я могу и ошибаться. По-моему, Эрнест Хемингуэй говорил, что пока я смотрю в окно, в моем воображении создаются и разрушаются миры. Это вот как раз тот самый момент, да. Но кто тебя вдохновляет? Жизнь. Так, ну а писатели? Вот есть ли какие-то писатели, которые, после прочтения которых, ты все-таки еще больше заинтересовался фантастикой? Да, ну начиналось все с Брэдбери. Ух ты. Рэй Дуглос Брэдбери. То есть его творчество, оно многогранное, его трудно как-то так описать одним словом, оно разностороннее. Потом потихоньку появлялись другие авторы в моей жизни. Сейчас, как-то неудивительно, Кинг, Стивен Кинг. Мне нравится его подход вообще к этому процессу. То есть этот, скажем так, профессиональный подход, когда надо писать, и он делает это, ну он утверждает там, тоже не могу сказать точно, там до двух тысяч слов в день он старается это делать, как бы, причем с учетом его возраста сейчас, ему где-то, по-моему, больше семидесяти. То есть как бы это довольно-таки хорошая продуктивность для автора, любого, кстати, ну если так разбираться. Из классиков, ну, наверное, это фантасты Жюль Верн, потом, скажем так, из детской и подростковой, это Майн Рид, Марк Твен, то есть как бы зарубежные. Из отечественных, советских, скажем так, писателей, Булгаков. То есть как бы, получается, да, как бы его творчество, ну оно довольно-таки серьезно повлияло потом. Антон Десанток, Забери. Сергей, ну я знаю, что в профессиональной деятельности ты психолог, психотерапевт. Вот, мне интересно, ты на самом деле создаешь, действительно, создаешь целый мир их в своих рассказах, как вот эта профессия дополняет твое творчество, и бывает ли такое, что общение с людьми дает тебе продукт для твоих фантастических миров? Конечно, конечно, бывает. То есть это потому что, ну, скажем так, 90% того, что происходит в жизни, в конечном итоге положится в основу тех или иных произведений. Конечно, оно адаптируется, оно изменяется, и используется в, ну, скажем так, гранями какими-то в... Ну, не всегда именно дословно, потому что есть этика, есть динтология, то есть не всегда можно вообще использовать какие-то вещи. Ну, конечно, да. То есть имена меняются, меняются места, события, вещи, то есть как бы вот эти все... Но зачастую все, что мы видим, переживаем, а где мы больше всего проводим время? Дом, семья, работа. То есть вот там мы черпаем вот это, скажем так, истории, идеи, сюжеты для... Да, это все и рождается. Да. Сергей, а где могут наши зрители найти твои рассказы? В свободном доступе Литрес. Просто можно вбить Сергей Лысков в поисковик, и там проза, рассказы бесплатно, в свободном доступе. Книги некоторые платные, некоторые бесплатные. То есть это в зависимости от политика Литреса. То есть как бы они... Да, вот насчет книг, то, что ты говорила, ну, тем... Есть ли книги, сколько они есть? Есть. Ну, пока только две. То есть одна переиздается будет, это «История мечтателей Человека-космос». Это такая фантастическая сага. Она будет продолжаться, то есть будет несколько томов. Ну, то есть там, получается, произведение довольно-таки серьезное, большое, масштабное. Она про колонизацию Марса. Интересно. То есть... И она написана новеллами, то есть небольшими такими эпизодами. И вот эти эпизоды, они переплетены в одну общую, скажем так, вот, что будет делать человечество дальше на протяжении, там, 200 лет, 300, 400 и так далее. Ну, то есть как бы, ну, субъективно, мое видение как бы... Интересно. Так, ну, я, кроме всего прочего, знаю, что также сейчас идет работа над аудиокнигой. Вот об этом направлении расскажи. Аудио... Там, получается, как крафтовый журнал «Рассказы». В одном из номеров, вероятнее всего, пятый или шестой, который будет, это, ну, может, апрель-май, они издадут, это электронный, скажем так, журнал, там будет издан рассказ, ну, он объемный довольно-таки, пособие по эксплуатации токарного станка за 1969 год. Вот. Жанр ужасы, условно, то есть мистика ужасы, получается, вот. И у них есть такая традиция, они делают аудиосборники своих, вот, сборника рассказов, как бы их озвучивают профессионалы, звук, все как бы все это делается, и он будет выйдет, как и аудиоверсия. Есть аудиоверсии книги, они сделаны тоже профессионалами, но они в свободном доступе, то есть получается, то есть их можно послушать спокойно, то есть они на страницах ВК, Фейсбук, ну, то есть как бы там, в принципе, любой пользователь может подать то же самое. Но у нас передача все-таки больше поэтическая, вот я знаю, что на данный момент ты больше занимаешься именно прозой, но что происходит на поэтическом поприще, и в том числе на музыкальном? Ну, поэзия и музыка, они остались, ну, не то чтобы на втором плане, они остались для себя, как и получается. Публикации стихов пока нету, то есть я, наверное, в течение года не публиковал ни одного стиха, последний датируется, там, может, 19-м годом. А музыка пишется, она точно так, ну, правда, ее тоже нету в плане, она просто, наверное, под гитару, среди компаний, друзей, знакомых, то есть как бы в основном она получается, скажем так, для узкого круга людей. Может быть, когда-нибудь, ну, для музыки нужен голос, понимаете, как бы. Я с удовольствием бы отдал бы свои тексты песен, чтобы их исполняли, потому что хотел бы, чтобы они жили, то есть потому что музыка должна жить, и тексты, стихи тоже должны жить, их должны читать, слушать и так далее. А так, в печатном виде они есть, в сети интернет, то есть их можно найти. Так, ну и напоследок, ну, аудиокнигу-то рассказал, но вдруг есть что-то, вот, что ты наметил впереди, творческие планы все-таки. Частично еще занимаемся, скажем так, вот, издательской деятельностью, то есть она, она в сети интернет, есть такой журнал, мы сейчас, как бы, группа коллег выпустили второй номер, это рассказы, журнал называется «Литературная бригантина», вот, там рассказы и поэзия, все возможные направления, то есть мы как бы, у нас пока нет узкого направления, то есть мы пытаемся охватить все, потому что, ну, знакомые авторы и прочее, прочее, это все пока бесплатно, то есть, ну, оно, в принципе, и будет бесплатно. И там публикуется не эксклюзивный, но хороший качественный материал различных авторов, география от Братска до, скажем так, Москва, Петербург, то есть, ну, классно, то есть и Урал, ну, повсюду, то есть, как бы, он тоже есть в интернете, он есть бесплатно, он есть на «Литмаркете», то есть, как бы, грубо говоря, его можно почитать, там поэзия. Вот теперь я знаю, чем заняться мне, что я почитаю в ближайшее время. Сергей, спасибо большое за то, что ты нашел время. Я очень рад был тебя видеть, потому что, как я уже говорил, та встреча, которая произошла 4 года назад в этой студии, она до сих пор запомнилась, запомнилась не только мне, и ты по-настоящему очень интересный человек с особым восприятием мира, а такие люди всегда уникальны. Спасибо за то, что ты пришел, я рад был тебя видеть. Спасибо, что пригласили. Ну и напоследок, в следующей нашей рубрике, я бы хотел попросить тебя все-таки прочитать несколько своих стихотворений. Хорошо. Спасибо. За лето надо успеть потерять пару сланцев, Износившийся левый, забыть на пруду, Мяч кожаный, новенький, В стареньком ранце где-то оставить, А где и сам не пойму. За лето надо успеть поломать пару веток, За черной рябиной, потянувшись, чуть не упав, Из рогатки, по платью, Да под крики соседок, Обстрелять всех девчонок, В кого-то попав. За лето надо успеть пломбира наесться, Газировки раза по три, Все вкусы смешать, По крышку пробить, Во дворе по соседству, В гонках на велосипедах, В ничью откатать. Почему-то за лето Все быстрее подрастают, И на тех, кто помладше, Глядишься высока, Они тоже стать взрослыми, Как и ты мечтают, И так же, как ты, Измеряют свой рост втихаря. И непременно за лето Надо с ней помириться, За то, что рябиной случайно По юбке попал, Она ведь не ябеда, Надо с ней подружиться, А если это любовь? А я рябиной стрелял. И как ни крути, Повзрослеть нам придется, Ровно на лето, Что убегает в года. Эх, знал бы тогда, Как они понесутся, Не торопил бы я их Никогда. С велосипедов начинается лето, И со стертых коленок, Абрикос в крапинку, Нос сладких, как мед, В головастиках, в лужах, А утром молочных пенок, С оладьями бабушки, За завтраком их, хоп, До обеда играем в мяч С местной шпаной, До жары в полдень, Потом речка спасенье, И снова двор на двор, Пас, отскок, угловой, Ну же, Васька, дай пас, Я в девятку, в паденье. Батя даст инструменты, Мы гурьбою наиву. Строим домик, Наш форт, От плаксы девчат, Пусть попробуют захватить его, Применяя силу, Тут же водные бомбочки В лоб полетят, А бывало привяжешь банку Хвосту кошки, Весь двор на ушах, И бабки бухтят, А ты в кустах, Прижух, И боишься трошки, Поймают, Да красна уши будут трепать. Лето не создано Для школьных парт и тетрадок, До сентября столько дел, Пусть пылится портфель, Ты сам не заметишь, Как придет распорядок, На смену пряткам под звездами, Не веришь? Проверь. Ну что же, дорогие друзья, Наш эфир подходит к концу. Желаю вам хорошего настроения И вдохновения, А проект «Стихия» будет рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова